Сотрудниками уголовного розыска Управления внутренних дел по Юго-Западному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении денежных средств граждан мошенническим путем. Предварительно установлено, что злоумышленники звонили пенсионерам, представлялись работниками диспетчерской службы и сообщали о проведении бесплатной проверки системы водоснабжения в их квартирах. Получив доступ в жилище, подозреваемые проводили осмотр и указывали на несуществующие недостатки водопроводных труб и другого сантехнического оборудования. Затем они настаивали на замене находящихся в рабочем состоянии элементов системы водоснабжения, якобы с целью недопущения возможных крупных затрат в случае протечек. При этом стоимость работы и материалов заранее не озвучивалась. По итогам граждан просили заплатить за выполненные услуги и низкокачественные комплектующие по ценам, значительно превышающим рыночные. Следователям Главного следственного управления, Главного управления МВД России по городу Москве и Следственного управления Управления внутренних дел по Юго-Западному административному округу, Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено 11 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время они соединены в одно производство. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции при поддержке коллег из Росгвардии задержали 10 подозреваемых на территории Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Курска. По местам их проживания полицейскими были проведены обыски, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, сим-карты, сантехническое оборудование, ноутбуки, носители информации, банковские карты и различная документация, имеющая доказательственное значение. В настоящее время в отношении двоих фигурантов избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.